30 экипажей из Чувашии, Татарстана и Мариэл покоряли бездорожье. В поселке Октябрьское прошло авторалли «Золотые пески» за Волжье. Юлия Важенина и Александр Петров проверили трассу на себе. В крови бешено кипит адреналин, из-под колес врывается столб песка. Авторалли «Золотые пески» за Волжье ежегодно собирает огромное количество желающих покорить песчаную трассу. Причем гонка вызывает ажиотаж и среди самих участников, и среди зрителей. Кто-то приходит просто посмотреть и поболеть за гонщиков. Для кого-то этот джип-триал уже традиция. Традиция стала с 2006 года практически все соревнования, которые здесь в «Золотые песке» проходили, я принимал участие. Либо ломались, не доезжали к финишу, либо доезжали первыми в основном. В этом году трасса местами коварна, но сами организаторы называют ее веселой. Да уж, скучать с гонщикам точно не придется. Наша съемочная группа одну из первых опробовала трассу, но нам повезло. Мы проехались по ней на огромном внедорожнике. Внедорожник, на котором можно просто ездить по болоту, и там, где всякие броды, можно просто проезжать. Кочки, ямы, болота. В 13-й по счету раз организаторы подготовили трассу длиной более 2000 метров. Причем в некоторых местах перепады высот достигали 6 метров. Но это, как оказалось, не самое сложное. А вот этот участок дороги, пожалуй, самый сложный для участников. Но дело не в том, что здесь большой угол подъема, а в том, что очень много песка. И это главная трудность. Но ветерали называют «золотые пески», так что посмотрим, как с ним справятся участники. Этот подъем и впрямь дался не всем. Некоторые гонщики застревали и мешали остальным водителям. Я такой трассыш не видел вообще. Раньше были, но таких ям, такого песка-то вообще... Ой, вот, смотрите, весьмок. Многим... Короче, я еще задержался, один участник на трассу залез и забуксовал. Мы стояли минут около пяти, наверное, это разделы. Вот как сейчас время считать, я не знаю. Николай Богаткин пришел первый в своем заезде, но это еще ничего не значит. Победа складывается из нескольких показателей. Кстати, Николай участвует во второле с самого основания. А вот для Валерия Юсова это первый джип-триал по песку. Хотя неопытным гонщиком его не назовешь. Валерий 15 лет участвует в снежных ралли. Сложности – это пески. Пески, где вязут, тонут, буксуют. Это интересно. Главное в таких гонках дружить с головой, в один голос твердят все участники. Адреналин зашкаливает, и голова перестает работать. И после этого, получается, ошибки не нужны. Поэтому самое главное – холодной головой прижать трассу, аккуратно. Я рассчитываю получить главный приз и сделаю для этого все возможное. Получить главный приз здесь желает каждый призовой фонд гонки. 100 тысяч рублей в каждом классе. Стандарт – квадроцикломодифицированные полноприводные экипажи. Всего их три. У нас класс национальный, соответственно, у нас минимальные подготовки, но максимальные по технике безопасности. Правду говорят, что вы победите сегодня? Не факт. Почему? Трасса покажет. Кстати, именно этот экипаж и оказался в числе победителей. Штурман Юрий Андронов и пилот Виктор Сандыбаев взяли золото в классе модифицированных полноприводных машин. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.